Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак. Сегодня будем проверять на точность лазерный уровень Huepar FL360R. Значит с горизонта проверим, прогоняя по точке, все четыре стороны должны лежать в этой точке, ну или проходить через нее с заявленной погрешностью. А вертикаль проверим уже по ранее проверенному Huepar 902CG с зеленым лазерным лучом, на который я уже делал обзор. Посмотреть его можете перейдя по ссылке в правом верхнем углу, либо также на канале. Проверять точность будем на расстоянии 6 метров 351 миллиметр, этого вполне достаточно, так как для проверки точности требуется минимальное расстояние 5 метров. Так, друзья, как считается правильная погрешность, я уже говорил в других роликах, поэтому повторяться не буду, многие ее неправильно считают. У этого нивелира заявленная погрешность 0,2 миллиметра на метр. Так, давайте проверим и начнем с горизонта. Включаем нивелир и отмечаем первую точку практически на перекрестии с вертикалью. Так, друзья, вот я отметил первую точку и давайте посмотрим как проходит другая сторона у горизонта. Поворачиваем прибор на 90 градусов в любую из сторон, я буду поворачивать влево и давайте смотреть как этот сектор проходит через точку. Так и эта сторона у нас проходит абсолютно через точку, очень классно, давайте посмотрим третью сторону. Для этого опять повернем прибор на 90 градусов, сейчас смотрим как бы заднюю часть нашего горизонта. Так и третья часть проходит идеально через точку, по всей видимости, друзья, горизонт просто отлично настроен. Давайте, конечно, посмотрим четвертую сторону для кущей уверенности, но я уверен, что и четвертая сторона будет лежать в точке. Повернем еще раз на 90 градусов, проверим последнюю сторону. Да, друзья, горизонт просто идеально тестирован. Давайте посмотрим вертикаль, сравним ее с вертикалью Huepara 902CG. Так, для этого включаем обе вертикали у того и другого прибора и просто их сопоставляем. У кого нет проверенного прибора, вертикаль можно проверить просто по нитяному отвесу, а горизонт можно проверить по методике. Методику можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, либо в описании под видео. Так, друзья, вот мы включили две вертикали, давайте посмотрим как они идут относительно друг друга. Так, вот наши две вертикали, они идут абсолютно параллельно друг к другу. Зеленая линия, конечно, намного ярче. Да, друзья, вертикаль также идеально настроена. Давайте для пущей уверенности я сведу их вместе. Так, вот я свел две вертикали, они абсолютно ложатся друг в друга. Зеленая линия, конечно, перекрывает красную. Ну, давайте я вам попытаюсь показать. Вот видите, красная линия выглядывает из-за зеленой. Вертикаль также классно настроена. В общем, друзья, хороший и очень точный нивелир, на самом деле, оказался. Да, как я обещал в обзоре, давайте его еще разберем и посмотрим как он устроен внутри и что нам предлагается по его настройке, если вдруг он пришел сбитый. Для разборки нам понадобится крестовая отвертка, чтобы открутить эти четыре болта. Ну и в принципе все, давайте их открутим. Так, вот мы выкрутили четыре болтика и теперь аккуратненько раскладываем корпус на две половинки. Вот таким образом, друзья, раскладывается корпус. Батарейки также остаются на месте, то есть их доставать не обязательно и прибор получается у вас постоянно запитан. Но есть и минус, нету каркаса либо каких-то направляющих на компенсаторе непосредственно, то есть вот эта часть заходит вот в это место и когда эта часть снята, то компенсатор у вас просто болтается, то есть когда вы включаете прибор, у вас он просто горит, но не разблокируется. Он упирается нижней частью в дно, то есть если поднять вот эту часть, то видите, он начинает устанавливаться. Это, конечно, не очень удобно, то есть в плане того, что при настройке придется каждый раз корпус собирать. Так, ну давайте посмотрим, что есть по юстировочным винтам. Нивелир, по всей видимости, не очень-то склонен к настройке. Все, до чего вы можете добраться, это только до вот этих четырех болтов на торце вот этого излучателя, для исправления смайла вертикальной линии. У горизонта особо никаких юстировочных винтов нет, есть один гвинтик, который держит стержень излучателя. Общая настройка маятника, продольная и поперечная, также сделана необслуживаемой. За продольное смещение отвечает вот этот цилиндр, но он не имеет никакой резьбы, ни с этой стороны, ни с этой стороны, то есть он просто выверен и вклеен. Также за поперечное смещение отвечает вот этот цилиндрик, он также не имеет никакой резьбы и туда-сюда не перемещается в стволе маятника, а просто также выверен четко и вклеен. В остальном сделано все, конечно, аккуратненько, придраться не к чему. Да и как говорил, вот там если вам видно, за маятником находятся магниты, которые как раз также опять тормозят маятник. То есть из-за конструкции уровня, что горизонт светит снизу, где и должны быть магниты и основания маятника, они вынесены как бы туда в дальний угол, но здесь особо не видно. В общем, получается по факту, что уровень не склонен к настройке, только если опять химичить, наплавлять, либо прилеплять какие-то грузики, тем самым менять центр тяжести у маятника. Но в основном уровень классный, классно сделанный и имеет интересную оптическую схему. Так что, друзья, не знаю, смотрите сами, решать вам, но, по крайней мере, настройка у него изначально просто прекрасная. Поэтому, не знаю, если его не ронять, не пинать, не кидаться им и аккуратно использовать, то, конечно, такой способ фиксирования от юстированного компенсатора будет служить очень долго. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, если видео было полезным. Всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok